Доброе утро! Спасибо, что начинаете очередной день вместе с нами. В студии Максим Самойлов. Корреспонденты ОРТ готовы познакомить вас с новостями к этому часу. Сегодня прием граждан проводит начальник дежурной части ОМВД области. Виктор Палай ответит на вопрос оренбургцев с 16 до 18 часов вечера. Необходима предварительная запись. Для этого нужно позвонить по телефону 790205. Код Оренбурга 3532. Уточнить информацию можно на сайте областного управления внутренних дел. Кадровые перестановки. На предприятии Оренбург Ремдорстрой новый руководитель. Крупное оренбургское предприятие возглавил Виталий Шумских. С мая текущего года обязанности гендиректора там исполнял Владимир Кравец. Виталий Шумских до назначения в Оренбургскую область работал в федеральном государственном унитарном предприятии «Спортинжиниринг». Предприятие является государственным заказчиком строительства стадионов и инфраструктуры к чемпионату мира 2018. В послужном списке Шумских руководство крупными выставочными центрами и строительными компаниями в Екатеринбурге и Свердловской области. На новом месте Виталию Шумских в первую очередь придется решать задачи, связанные с началом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Погорельцы Изорска получат средства на приобретение жилья. Из резервного фонда областного правительства будет выделено около 7,5 миллионов рублей. На эти деньги пострадавшие смогут приобрести квартиру или дом в пределах Орска. Средства на приобретение жилья будут перечислены на универсальный расчетный счет в банке. Помощь будет оказана как собственникам жилых помещений, так и тем, кто жил в муниципальных квартирах. Расчет суммы произведут, исходя из норм предоставления жилья. В Орске он равняется 12 квадратным метрам на проживающего. Напомним, трагедия произошла в начале мая. Тогда без крыши над головой остались 11 семей. Борьба с огнем продолжалась более 10 часов. Полностью разрушены и не подлежат восстановлению 9 домов. Еще 4 серьезно повреждены. Не обошлось без пострадавших. Местный житель получил более 50% ожогов тела. И еще о новостях с Востока области. Арчане не могут записаться на экзамен для получения водительского удостоверения. Возле регистрационно-экзаменационного отдела собрались десятки курсантов. Люди уверены, причина в нововведениях, которые вступили в силу с 1 июня. Что изменилось и почему курсанты готовы на крайние меры, подробнее в следующем материале. На часах нет еще и 8 утра, но возле Орского МРЭО уже огромные очереди. Места люди занимают за несколько часов до открытия. Будущие водители Новотроицка, Гая, Адамовки, Кувандыка, Медногорска, Ясного, Светлого и, конечно же, Орска пытаются записаться на экзамен. Правда, по заверениям, людей повезет не всем. Получить разрешение смогут не больше 80 человек, жалуются арчане. Пятый раз уже сюда приезжаю, все без результатов. Хотя у нас в Адамовке также есть МРЭО, также есть ГИБДД. Ну, все для экзамена. Ну, вот сегодня к 6 утра приехали, попытались записаться. Не первый раз, да. Не знаем ни маршрутов, ничего. То есть транспорт незнакомый, город незнакомый. Как задавать, мы не знаем. Записался на теорию, через месяц снова записывается. Там еще месяц. И вот так вот идет. А здесь по закону положено каждую неделю, допустим, там сдавать. Дело в том, что с 1 июня сдать на права можно только в пяти городах Оренбуржии. Это Оренбург, Бузулуг, Бугруслан, Сорочинск и Орск. Соответствующие нововведения приняли в областном ГИБДД. Принцип «там, где учились» уже не работает. Будущие водители жалуются. Очередь для записи на экзамен не единственная проблема. В Орском МРЭО нет машин для сдачи экзамена. И всем приезжим приходится договариваться с местными автошколами об аренде авто. Первый раз даешь, получается, теорию. Потом надо будет еще раз записываться на автодром. Автодром тоже машины не предоставляет. Это надо искать автошколу. Приезжали, сдавали. Мы арендовали машину у местной автошколы. То есть, грубо говоря, за 10 минут экзамена мы оплачивали дополнительно, ну сколько, 500-700 рублей. Ну то есть, как бы, от этих прав мы готовы отказаться, потому что рукоят просто золотые права. Раньше ответственные лица сами ездили по поселкам и районам. Теперь инструкторы принимают только в разрешенных для сдачи городах. В ГИБДД поясняют, что в настоящее время структура органов внутренних дел переживает реорганизацию. Но трудности временные. После перенятия документов, проверки документов, мы назначаем им сами дату времени проведения экзамена. То есть, они приезжают в определенный день, в определенное время, когда им удобно, когда мы проводим экзамен. В ведомстве добавляют, что материально-техническая база для проведения экзамена не изменилась. Автомобилей для сдачи всем курсантам хватает. Мы будем следить за развитием событий. Ольга Токарева, Мария Ноздрачева, Николай Баранников. Новости дня. К другим темам. Юные капитаны маленьких кораблей. В парке Ивушка прошло первенство области по судомодельному спорту. Соревнование проводилось в рамках регионального этапа Всероссийской научно-технической олимпиады. Участие в нем приняли ребята из Оренбурга, Орска и Пономаревского района. Чье судно показало лучшие результаты, расскажет Вячеслав Кампы. Юные капитаны запускают свои судна в первое плавание. Требования на начальном этапе несложные, считают педагоги. Корабль должен удерживать прямой курс в максимальную дистанцию. Несмотря на легкую и на первый взгляд задачу, справляются с ней далеко не все. Однако те, кто показал хорошие результаты, эмоции сдержать не могут. Я пришел первый раз, и мой учитель сказал, что я его случайно потолкнул, потом нажал, и все хорошо получилось. И какой результат? 90 баллов. Участники разделены на две взрослые группы – юноши и юниоры. Соревнуются в трех дисциплинах. В первой оценивают прямолинейность хода корабля. Во второй принимают участие судно на радиоуправлении. Они должны пройти дистанцию по определенной траектории. Еще будет класс катамаранов и яхт. Это тоже по прямому курсу будут соревноваться. Но я надеюсь, мы увидим еще радиоуправляемые яхты, которые привез в Орск в этом году. Все представленные модели – это уменьшенные аналоги настоящих кораблей. Судомоделизм развивает творческие навыки у детей и формирует инженерный склад ума, считают организаторы. Ребята занимаются в секции военно-технического моделирования. Педагоги отмечают – детям это интересно. С каждым годом число желающих вступить в ряды юных кораблестроителей растет. Вячеслав Камп и Константин Воробьев. Новости дня. Далее реклама, после которой продолжим. Оставайтесь с нами на ОРТ. Вы смотрите новости дня, а мы продолжаем. Сельские пенсионеры могут получать на 25% больше. Расширен список жителей, которым положена прибавка к пенсии. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал новое постановление. Надбавку к пенсии смогут получать не только люди, имеющие профессии, характерные для сельского хозяйства. Теперь в список попали и те, кто связан с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники, обслуживанием и охраной складов. Это и индивидуальные предприниматели, занятые в производстве сельхозпродукции. Главный критерий – наличие 30-летнего стажа работы и постоянное проживание на селе. На такую надбавку могут рассчитывать более миллиона граждан страны. Постановление вступило в силу. Пенсии пересчитают за предыдущие полгода. По-прежнему меняются и курсы валют. Данные Центробанка на 27 июня на вашем экране. Знаете ли вы, в чем отличие настоящего татарского чак-чака? И почему именно это блюдо на свадьбе невесты готовят для жениха? Съемочная группа ОРТ продолжает знакомить вас с многонациональным Оренбуржьем в рамках программы «Туристический рецепт». Очередной выпуск сейчас готовится к эфиру. На этот раз мои коллеги побывали в селе Чесноковка Переволодского района, где приняли участие в приготовлениях к традиционной татарской свадьбе. Сегодня у нас очень важное мероприятие. Я выдаю дочь свою замуж. В татарской свадьбе начинают готовиться задолго до даты бракосочетания. Сегодня невесту печет свадебный чак-чак – один из старейших национальных обрядов. Искусством его приготовления здесь обладает каждая девушка. Именно это блюдо невеста несет в дом к жениху. Во-первых, чак-чак – это сладкое блюдо. И вот к татарских семьях главным угощением на свадьбе всегда был чак-чак. Чтобы будущая жизнь была сладкой, вкусной. И самое главное, говорилось – то есть счастливой и сладкой, чтобы была жизнь. Чак-чак – украшение татарского свадебного стола. К его приготовлению подходят со всей ответственностью. Рецепт блюда несложный. Домашние яйца, мука, масло и мед. Но есть свои секреты. Мед добавляешь туда сахар. Потому что если сахар не добавлять, просто-напросто тесто друг к другу не прилипнет. И вот эта варка меда была самым главным, потому что качество чак-чака зависело именно от того, как этот мед сварен. Сколько этой традиции лет, местные жители села Чесноковка не помнят, но соблюдают до сих пор. Единственное отступление от старинного рецепта – лепешки для чак-чака. Раньше пекли в больших казанах на костре. Сегодня это делают при помощи газовой плиты. Пока чак-чак остывает, самое время проверить приданное невесты. В дом приходят женщины, родственницы, подруги. И все вместе собирают вещи. Именно их девушка на выданье возьмет в дом к будущему мужу. Это шарф для жениха из пуха. Это вот пары. Варежки. Варежки обязательно. Перчатки тоже пары. Видите, какие они красивые. Тоже из пуха козьего. Когда все дела сделаны, приходит время посиделок. И вот здесь чай на травах, чак-чак. Но главное – душевные песни на татарском языке. Вечерние посиделки перед торжеством, да и сам процесс приготовления к свадьбе – дело хлопотное. Но тем не менее, традиция, которая объединяет, считают местные жители. На сегодня в Чесноковке проживает почти тысяча человек, большая часть из которых – татары. Наталья Мороз, Владислав Горбунов и Семен Воробьев. Новости дня. Удается ли сохранять традиции предков Оренбурса? Чем больше всего дорожат в семьях? С такими вопросами мы вышли на улицы областного центра. Это все рассказывать бабушки и дедушки должны. В современных семьях их нет. И не доносят никто для детей вот эти вещи. И поэтому традиции гаснут. Мы в меру своей возможности сохраняем, потому что у нас, у моих внуков, в жилах течет три крови. Русская, украинская и мордовская. Так что мы со всеми живем мирно и по-доброму. Стараемся собираться, конечно, с семьями, но от традиций и праздников, увы, все уходит. Когда вся семья собирается, естественно, что-нибудь вкусное покушать, выпить, ну и, естественно, песни русские народные. Ну, это когда уже бабушки, дедушки, то есть вся, полностью вся семья. Мы стараемся как-то нести традиции, что говорим, что вы русские люди, что вы живете в России, несмотря на то, что они бывают и за границей часто в путешествиях, что наша страна лучше всех. Русский народ самый гостеприимный, самый отзывчивый, самый добрый. В село Подлесное Кумандыкского района пришел природный газ. Накануне состоялось торжественное мероприятие. Подробности в нашем следующем сюжете. Межпоселковый газопровод протяженностью 11 километров построен в рамках программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром». Подача голубого топлива в любой населенный пункт, тем более такой отдаленный, как село Подлесное Кумандыкского городского округа, это, конечно, является очень значимым и очень важным событием в развитии не только самого села Подлесного, а и в целом округа. Спасибо, конечно, облогазу за ту работу, которую проводит, она и провела. И мы, конечно, администрации Кумандыкского городского округа будем продолжать участвовать в этих программах, способствовать развитию, способствовать и в целом газоснабжению всех наших оставшихся без газа населенных пунктов. Строительство газопровода проводилось в сложных условиях. Согласно проекту, трасса газопровода проходит под двумя оврагами, автомобильной дорогой, а также под рекой Зерекла. Серьезным препятствием на пути прокладки газопровода стала скальная порода. При производстве работ специалистами применялся метод наклона направленного бурения, что позволило обеспечить сохранение природного баланса и высокий уровень безопасной эксплуатации газопроводов. Поздравляю всех, кто сегодня придет и газовую плиту подождет. Правильно сказали, чтобы у всех был чай, пироги, пеклимы, тепло, чтобы было всем уютно. Всех с праздником! Спасибо! Инструктаж абонента – обязательное условие эксплуатации газовых приборов. Ведь только соблюдение правил может сделать глупое топливо комфортным и безопасным в использовании. Обсуждение повышения пенсионного возраста в России продолжается. Реализация реформы запланирована на 2019-й. Поэтапно пенсионный возраст будет повышаться на один год. Вопросы соблюдения прав предпенсионных работников сегодня в особой зоне внимания Трудовой инспекции Оренбургской области, на защиту которых готовы встать сотрудники ведомства. В Гострудоинспекции проводится мониторинг ситуации с соблюдением трудовых прав работников предпенсионного возраста в Оренбурге. Проходят внеплановые проверки по каждому обращению о нарушении трудовых прав. Люди предпенсионного возраста, полноценные работники и возрастного притеснения со стороны руководства быть не должно. Работодатель должен четко понимать и должен четко обозначить для себя уже непосредственные задачи. И выбрать в том числе, почему будут работать дальше граждане предпенсионного возраста и пенсионного возраста. Всю необходимую информацию можно получить на официальном сайте регионального ведомства. Здесь запущен новый сервис в системе онлайн-инспекции РФ для помощи работникам предпенсионного возраста. Открыт телефон горячей линии в 77 16 42. Любой гражданин предпенсионного возраста может обратиться в Государственную инспекцию труда. Непосредственно, опять же, за разъяснениями, консультациями может оставить обращение для проведения проверки у того или иного работодателя. Люди предпенсионного возраста имеют те же права и гарантии, что и молодые сотрудники. Об этом должен помнить каждый работодатель. А также о суммах штрафов, которые грозят за нарушение трудового законодательства. Так, неправильно оформленный трудовой договор или же лишение работника отпуска штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За непрохождение медосмотров от 110 до 130 тысяч рублей. Наталья Мороз, Садисов Горбунов. Новости дня. На этом все. О событиях в развитии расскажут мои коллеги в дневном выпуске новостей в 15.30. Не пропустите. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!